В 10 часов 10 минут на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре. Горела жилая квартира на улице Интернациональной в доме 15Б. В помещении находилась семья из трех человек. Ребенку всего три года. Пожар начался, когда семья еще спала. Огонь перекинулся с холодильника, который стоял в коридоре, на все помещение. Выход из квартиры был заблокирован. Высота 4 этажа. До прибытия пожарных граждан, проживающих в этом доме, спасли ребенка, который находился с родителями, с помощью одеял. Жители растянули одеяло. Отец ребенка сбросил на это одеяло. Очень удачно. Ребенок не пострадал совершенно. Жизни двух людей по-прежнему были в опасности. И хоть пожарные службы прибыли за считанные минуты, они столкнулись с большой проблемой. Весь двор был заставлен автомобилями. Подъехать к месту пожара не представлялось возможным. Медлить было нельзя. Начальник караула делает выбор воспользоваться переносной лестницей. Решение оказалось верным сразу же по нескольким причинам. Во-первых, подъезд автолестницы был затруднен и невозможен в данное место. А во-вторых, то, что пока лестница раздвинется, это было бы очень долго. И по времени мы не успевали бы. И было принято решение на спасение людей и установка трехколенной лестницы. Пожарный расчет пробовал попасть к очагу пожара и с другой стороны. Но здесь их ждала новая проблема. Забор закрытый на замок. Так что остался единственный вариант с использованием переносной лестницы. К счастью, все закончилось хорошо. Наши ребята приехали быстро. И граждане помогли ребенка, спасли. Потушили пожар. Буквально в 10.35 уже была ликвидация. Вопрос о загромождении дворовой территории автомобилями не раз поднимался и службами спасения, и администрации города. По словам сотрудников МЧС, уже несколько лет проводятся профилактические мероприятия. Но пользу они приносят минимальную. Для подобных случаев в законодательстве Российской Федерации предусмотрены поблажки для экстренных служб. С законодательством у нас есть закон о пожарной безопасности 69. Там прописано, что пожарные могут наносить вред имуществу, в том числе автомобилям, если это необходимо для спасения жизни людей. То есть, по сути, пожарный расчет может самостоятельно принять меры, растаскивать эти машины любыми способами, если это необходимо для спасения людей. Вторую проблему также не оставят без внимания. Это закрытый на навесной замок забор, который мешал въезду автомобилей экстренных служб. По нормам действующего законодательства должен быть, конечно же, обеспечен в случае чрезвычайных ситуаций беспрепятственный, ну так скажем, подход, подъезд, в том числе транспортных средств оперативных служб для выполнения поставленных задач. Вот. Ну, почему этого не было сделано, я думаю, это как раз надзорный орган в этом разберется и примут соответствующее решение, выводы, если необходимо, то предписание в данном случае либо управляющей компанией, либо ТСЖ, в зависимости от того, кто обслуживает дом. Говорить хорошо то, что хорошо кончается, здесь неуместно. Проблема есть, и к тому же стоит она очень остро. И вновь стоит задать очень важный вопрос. Неужели должна произойти трагедия, прежде чем мы начнем думать о собственной безопасности? Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город».